Ола амигос, на связи Матвей. Да, ребят, наконец-то это свершилось. В моих руках вы можете заметить новый iPhone 12 Pro Max. И знаете, сейчас на ютубе все, кому не лень, делают обзор на этот замечательный девайс. Все распаковывают телефон и проверяют его новую камеру. Но я не видел ещё ни одного достойного видео, где бы нормально тестили новый iPhone в плане игр. Ведь Apple заявляет, что в данном телефоне стоит новый инновационный процессор, который является на данный момент самым мощным в мире. Соответственно, запуская абсолютно любые игры на данном телефоне, вы должны получать нереальную производительность. Так что в этом видео, во-первых, мы распакуем данный девайс. Да, я уже прежде его распаковал и записал это всё на камеру. Во-вторых, мы сравним новый iPhone 12 Pro Max с предыдущими айфонами Max модели. А именно, 11 Pro Max и 10s Max. И в конце концов, протестим самые крутые игры App Store на данном телефоне. Ну и в-третьих, так как это канал по мобильному Фортнайту, мы порассуждаем и посмотрим, как iPhone 12 Pro Max потянет всеми наш любимый Фортнайт. Ну а перед тем, как мы перейдём к сегодняшнему видео, если вы впервые на моём канале и вы играете, как и я, в Фортнайт Мобайл, обязательно оформите подписку. Поддержите меня, как начинающего автора, я стараюсь. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это мой тег Автор Мотивкар в вашем ждемном магазине Фортнайт. Смело выйдите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрыны ваших покупок с моим тегом и добавлять их к специальною альбома и группы канала ВК. Ссылка в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Вы, наверное, уже оценили моё новое оформление канала. Я очень долго думал по поводу нового оформления, но, как вы видите, нашёл свой идеал. Хочу очень сильно поблагодарить Диму, который помог мне воплотить мои идеи в реальность. Без него я бы никак не реализовал свои фантазии. Кстати, у Димы также есть очень крутой свой блог в Инстаграме. Ссылку на его Инстаграм я оставлю в описании к этому видео. Ребят, обязательно подписывайтесь, он пишет очень интересные посты. Если вам это не интересно, подпишитесь хотя бы в благодарность того, что он сделал нам новое крутое оформление. Также, если вам надо сделать новое оформление к каналу, группе ВК, превью к видео, со всем этим вы можете обращаться смело к Диме. Он в этом про и обязательно вам сможет помочь. Ну а теперь предлагаю посмотреть, как новый айфон потянет в Fortnite. А, собственно, и вот коробка с айфоном. Прям так и хочет, чтобы его распаковали. В общем, зачем медлить, давайте начнем. Несмотря на то, что коробка стала в два раза легче, она достаточно тяжелая. На пленке есть специальный язычок, потянув за который вы снимите ее с коробки. У Apple красивая даже коробка. Вот так вот аккуратненько я снимаю коробку и вижу сам айфон. Легким движением руки снимаю с него пленку. Да, кто бы что не говорил про айфон, я считаю, Apple делают лучшие девайсы на рынке. По крайней мере, по дизайну они точно лучшие. Вот, кстати, айфон 12 Pro Max на фоне 11 Pro Max. Да, новый айфон реально тоньше предыдущих моделей. Камерный модуль новой модели айфон значительно больше камерного модуля предыдущей модели. А также он немного толще. Да и сам айфон длиннее, чем предыдущий. Ну а вот новый айфон в сравнении с моим Honor 20 View. Ну а вот и все три Max модели айфонов, которые когда-либо были выпущены. Айфон 12 Pro Max, айфон 11 Pro Max и, конечно же, айфон 10s Max. Красиво выглядит, не так ли? В общем, за основную игру я решил взять одну из самых трудоемких игр для телефонов. А именно игру под названием Genshin Impact. Вообще, насколько я знаю, изначально она предназначалась для ПК и консолей, но позже выпустили их мобильную версию. Игра довольно-таки сильно похожа на Fortnite, так что давайте судить производительность Fortnite именно по ней. Да, ребят, если вы думали, что я буду конкретно играть в Fortnite на новом айфоне, то, к сожалению, это невозможно. Исключая единственный рабочий способ на ютубе, который есть у меня на канале. Ребят, кто хочет установить себе Fortnite на iOS с последним обновлением, смотрите, пробуйте. Лично я не хотел, потому что способ достаточно сложный, однако рабочий. Ну и как вы видите, Genshin Impact, в принципе, по графике похож на Fortnite. Учитывая, что данная игра поддерживается с айфона 7 и более, можно сделать вывод, что она довольно-таки тяжелая. И это правда, потому что на iPhone 12 Pro Max я ее качал более 40 минут. Сейчас вы видите игру Genshin Impact на максимальной графике в 60 фпс на последнем айфоне. Как вы видите, в какую бы локацию я не ходил, везде у меня все стабильно. Думаю, если бы Fortnite был на iOS, то он был бы на последнем айфоне именно в такой конфигурации. Во-первых, стабильный 60 фпс. Уверен, последний айфон мог бы спокойно тянуть стабильные 120 фпс в игре, но, к сожалению, экран там всего 60 герц, так что 120 фпс нет никакого смысла. По графике 100% стабильные 60 фпс на эпических настройках. Но если мой Honor 20 View может на эпических настройках сделать более-менее стабильный 60 фпс, последний айфон, я уверен, с этим справится на раз-два. Учитывая, как Apple показывали демонстративно возможности своего нового мобильного процессора на айфонах на своей презентации, а именно на примере игры Лиги Легенд, уверен, точно так же бы они заколабили с Фортнайтом, не было бы у них никакого конфликта. Вы думаете, зря они оттягивали дату презентации нового айфона? Конечно же, частью в этом был замешан Фортнайт. И я это объяснял в одном из моих старых роликов на канале, ссылку на которое вы можете сейчас найти у себя в правом верхнем углу экрана. Там, кстати, вы сможете услышать полностью развернутый ответ на вопрос, когда же Фортнайт вернется на iOS. Ладно, вернемся к тому, что у нас есть на данный момент. Думаю, если бы не было никакого конфликта, Apple с Фортнайтом бы как-нибудь заколабили. Нет, не думаю, чтобы они придумали какой-то интересный эксклюзивный скин специально за активацию Фортнайт на айфон. Потому что в этом просто нет смысла. Айфон и так покупают абсолютно все. Я имею в виду, что в связи с новым навороченным процессором от Apple, они бы сделали специальную оптимизацию Фортнайта на новый айфон так, чтобы была какая-то нереальная графика. По типу трассировки лучей от RTX, но что-то от Apple. В этом я уверен на 100%. Ну а что думаете по поводу нового айфона именно вы? Пишите об этом в комментариях, будет интересно почитать. Если вы досмотрели ролик именно до этого момента, обязательно пишите в комментариях хэштег FreeFortnite. Так мы будем подкреплять нашу надежду, что Фортнайт вернется на iOS. Ну и я обязательно лайкну подобный комментарий, потому что буду знать, что вы досмотрели ролик до конца. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Hasta luego.